Всем доброе и очень раннее утро. Сейчас 4 утра и у меня очень ранний подъём. Не знаю, у меня такое впечатление, что я даже не спала. Вчера собиралась допоздна. Потом лягла и не могла уснуть. Я знаю, что по-любому у каждой было такое. Когда ты собираешься и у тебя ещё мозг, потом ложишься и мозг ещё кипит или что-то перераваривает, работает. В общем, короче, я уже встала. Сейчас пойду готовить завтрак и будить свою семейку. В 6 утра мы выезжаем в Киев. Планируем часов за 7 доехать, если не будет в дороге пробок. 5.45 у нас самолёт. В Германию мы приезжаем по германскому времени. Это будет 7.45 где-то или 7.30. А там не знаю, или на такси, или на электричку. Посмотрим, на что у нас силы будет. На электричке дешевле, на такси удобнее. В общем, пошла я на кухню просыпаться. Стол у нас сегодня, так сказать, разнообразный. В общем, каждый доедает всё, что может. Малой наварила манки. Он деткам стоит. Ещё надо еду успаковать. А тем временем уже 5.20. Через 40 минут машина. Поэтому будем сейчас очень быстренько. Это я в машину возьму. Деткам подстилать. Вот. И вот они сумки-чемоданы. Детки оденут. Это Анькина сумка. Кирилла, Стаса. Чемодан, чемодан. Ну, а ту сумку нам отправят автобусом. В общем, уже и подсобралась. Всё. Всё пусто. Всё собрали. Ты снимаешь квартиру, в которой порядок. Для контраста. Да? Так сказать, на пасашок. Я ж тебя не бросила. Убранная квартира. Наша убранная квартира. Последний взгляд. Вроде всё норм. Вроде как у нас всё норм. Вроде ничего не забыли. Если что, забыли. Ну и что ж. Так тому и быть. Текст. Да. Нет. Пойди снимай. Кухню не сняла. Зачем нам? У нас своя есть. Зачем нам её снимать? Вот. Теперь мы её года два не увидим, да? Ну, в путь. Вот он наш Мэрс. На нём мы и поедем. Всё. Пока подъезд. Прощайте наши окна. Вот они утеплённые такие. Персиковые. И... В путь. Кстати. Сетка-то наполняется. Может и правда к Европе движемся? Ну всё. Ту-ту. Сколько время? 6. 20. 6.23? Угу. Отлично. Первая остановка. Мы под Вознесенском. Это одну треть пути мы уже проехали. Остановились размять ноги. Дети практически сразу уснули. И вот только что попросыпались. Мы остановились. Сходили в туалет. Сейчас перекусим. И поедем дальше. У нас появились новые жильцы. Покажи своего. Вот такая красота. С такими красивейшими глазами. Аня схватила сразу двое. Никак не могла понять, кто же ей нравится больше. Мишка или собачка. Мы сейчас проезжаем столько сёл, которые находятся от больших городов за сотни километров. И в таком, ну, несколько упадническом состоянии они находятся. И вот там даже больниц нету. Я еду и думаю, как там люди живут? И вообще чем там можно заниматься? Ну, кроме того, что упахиваться от утра до вечера. И тем не менее, живут же в сёлах люди. Ну, не то, что там как вот ужас, как они там живут. А просто вот реально, я себе не представляю, как там живут люди. Интересно даже. Я бы хотела посмотреть, как живут люди в сёлах. Ну, вот в таких вот. У меня бабушка-то жила, прабабушка в селе. Но она была более цивилизованная. А именно вот в таких глухих сёлах. Ну, и тут жёлтое море. Ещё подсолнухи. Ещё подсолнухи. Погода начала меняться, да? Вторая остановка. И снова перекус. Почти приехали. Всё, мы выгрузились. Сделаем сейчас фотоотчёт, что мы в аэропорту. Нашли места. Нам повезло. И снова перекус. Мадам разгуливает. Кто маленькая чебураха? Ты уже вся вынудилась, да? Кирюха тоже уже устал. Да, малыш? Или нет? Нет. Не устал? Ну, ты молодец. В аэропорту уже сточили контроль, да? Скажем, мы так долго проходили. Сначала нас спрашивали, зачем нам столько проводов. Но куда деваться без проводов? Вдруг мы что-то задумались. Если два телефона, две зарядки, значит, идёт, камера, провод, планшет, тоже зарядка, ноутбук опять же зарядка. Ну, вот куда без проводов? Вот, а потом долго досматривали документы на паспортном контроле. Ну, прям так, всё посмотрели. Свидетельство о браке и свидетельство о рождении, и все паспорта пересмотрели, и тексты пересмотрели. И даже Кирюшу спрашивали, с кем летишь? Куда летишь? Прям что-то странное творится. Вот кто умеет устроиться с комфортом. Ура, мы долетели! Аня, кстати, себя очень-очень хорошо вела. И в связи с тем, что дети себя так замечательно вели, а ещё нас пропустили на очереди паспортного контроля, и мы не теряли там время, наверное, мы всё-таки поедем на электричке. Хорошо, что есть вот такие тележки. Надо ими пользоваться. Сейчас сюда приедет стеклянный ливень. А вот и наш. Следует отметить, что дорога в Германию была гораздо лучше, чем дорога в Украину. Во-первых, мы ехали на машине. И это было чудесно, потому что это был Мерседес. Вот. И это была очень-очень удобная машина. Мы заехали всего за 7 часов, и дети в дороге в основном спали. Спали и ели. И вели себя хорошо. Потом мы нашли целых 3 места в аэропорту. И мы сидели, мы там покушали. Затем мы почти первыми прошли, сдали чемоданы и прошли на паспортный контроль. Дети тоже вели себя хорошо. Там мы по приоритетной посадке первые зашли в автобус. Ну, среди прочих деток. И нас доставили. Мы первые погрузились в самолет. А в самолете ехала, хоть и в туалет. Да. Дети в самолете вели себя относительно хорошо. Но я хотел... Ну, они не плакали, но Аня баловалась. Ты бармалейка маленькая. Затем нас пропустили одними из первых. Мы прошли паспортный контроль. Получили чемоданы и уже стоим на остановке. Так что я считаю, что наша поездка прошла. Некоторые пропустили и сказали с маленькими детьми без очереди проходить, а некоторые все же не возмущались, что мы лезем без очереди. И кто же это на русском языке такое говорил, интересно. Не знаю даже, кто бы это мог быть. Ну, короче, наши же и возмущались. Куда деваться? Так вот. Теперь мы стоим на остановке. Нам надо 15 минут ждать шаттл. И я очень надеюсь, что нам не надо будет сильно долго ждать электричку. Вот таким образом убирают тротуарчики. Остается 5 минут до автобуса, до шаттла. И что бы вы думали? Ну да, ребенку приспичило в туалет. И вот вопрос, успеют они или нет. Ура, не успели. Ура, ура. Ну и теперь вот идем на ту остановочку. Будем смотреть, что вообще есть. Ехать или на Мюнстер или Хильтруб. Я думаю, он что-то везет. Что-то в вагонах. Тут какая-то станция такая, немножко заброшенная. Вот. И лифт здесь не работает. Поэтому нам придется идти по рампе. Вот. А еще Стасу придется это все поднимать наверх пешком. И снова Стасу повезло. Он не пропечатал билеты. Ему придется идти опять вот туда. Там стоит печатальщик билетов. То есть ему надо пропечатать время и дату. Иначе могут оштрафовать. В прошлый раз мы ехали с Дортмунда в Мюнстер на такси. И оно обошлось нам в 100 евро. А шаттл вместе с электричкой стоили нам 40 евро. Так что фактически мы сэкономили только что 60 евро. И вот она родная станция. Ура! Ура! Нам еще оказалось надо было пересаживаться. И хорошо, что мы очень быстро сориентировались. Потому что электричка которая уходила и ждала вот эту вот пересадку она ушла буквально за 2 минуты.